Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать Enterprise 3 или Enterprise Pre-Intermediate. И перед нами юнит 3, Around the World. И эти три текстика крошечных, которые я постараюсь сейчас прочесть, перевести и понять. Тема путешествия, и я так понимаю, что всё, что с ней связано. Dear Tim, greetings from Mombasa. It's such an exotic place. We are staying at a fabulous hotel. The weather is hot and sticky here. Остановимся здесь. Дорогой Тим, привет тебе из Момбасы. Это такое экзотическое место. Мы живём в легендарной, славной, знаменитой гостинице. Погода здесь жаркая и влажная. Итак, что интересного? Ну, greetings from Mombasa здесь ясно. Exotic place ясно. Fabulous hotel. Как это понимать? В принципе, можно сказать, что это базнословный отель, конечно. Почему бы и нет? И понимайте это как хотите. Но я бы сказала, что это очень известный, дорогой и шикарный отель. Потому что именно это, скорее всего, здесь имеется в виду. Далее слово sticky очень интересно выглядит. Мы все знаем, что sticky это вообще-то липкий. Как эта погода может быть липкая? Но если так подумать, учитывая то, что это где-то в жарких странах, и погода жаркая, перед этим нам это сказали, естественно, в жару человек весь мокрый, и поэтому, когда мокрый, тогда и липкий. И исходя из этого, вполне объяснимо, почему здесь sticky. Но если на то пошло, то sticky имеет еще одно значение, если речь идет именно о погоде. Что это влажно-жарко. Потому что жара может быть тоже разная. То есть, как по мне, ход можно было вообще не ставить. А вот sticky, если бы только поставили, это было бы уже все понятно. Вчера мы ездили на сафари по восточному национальному парку Цаво. Мы видели много диких животных там, а когда мы ехали через парк, имеется в виду, на нашем джипе, огромный носорог нас преследовал. Мы почти каждый день купаемся на Ниали Бич, и у нас отличный загар. Итак, что у нас здесь? We went on a safari. Вот это классная фраза. Ехать на сафари. В принципе, как и у нас все. То есть, предлоги все переводятся дословно. Далее непонятно, зачем стоит through. По нашей логике, нужно было бы in поставить. Но они же в парке были. Так-то это так. Но дело в том, что они ехали через парк на сафари. То есть, это было все в движении. Поэтому through. То есть, было движение через парк. Сквозь, если угодно. Далее много диких животных ясно. А дальше бесподобная фраза. Вот это все одна мысль. Здесь можно было бы даже запятую поставить. Drive through. Это в смысле, ехали через парк. Jeep. Это Jeep. Машина. А далее слово Reiner. Это носорог. И далее слово Chase. Chase. Это преследовать. Гнаться за кем-то. Обращаем внимание, что когда мы говорим гнаться за кем-то, нам надо за поставить в русском. В английском не надо ставить предлоги после Chase. Предлоги не ставятся. Ставится Chase. И сразу дальше после этого объект погони или преследований. Вот здесь us. Далее мы плаваем. Мы купаемся. Как угодно. И обращаем внимание, здесь у нас present perfect continuous state. То есть, действие еще продолжается в момент разговора. Это временное действие. Оно недавно началось и продолжается. И вроде бы как еще и не закончилось. Но это не факт, что он купается прямо сейчас, когда пишет это письмо. Далее. Almost every day. Почти каждый день. И далее. We have got great tans. Слово ten это загар. The food here is delicious. We've been eating mangoes and pineapples and we've even tried fish curry. Еда здесь вкусная. Мы едим манго и ананасы. И мы даже попробовали рыбное карри. Опять present perfect continuous. То есть, едим. До настоящего момента еще продолжаем. Pineapple это ананас. И чва это пробовать еду. Следующий. Dear Tim, I'm spending a week in Vienna. I have never seen such a beautiful city. I'm staying at a lovely guest house in the town center. Unfortunately, the weather is a bit cold and rainy. Дорогой Тим, я уже неделю в Вене. Я никогда не видела такого красивого города. Я живу в прекрасном гостевом доме в центре города. К сожалению, погода немного холодная и дождливая. Итак, первое предложение интересное. I'm spending a week in Vienna. Если дословно. Я провожу эту неделю в Вене. Здесь нет слова это. Здесь на самом деле э стоит одна неделя. Но поскольку в данный момент, то, по-видимому, это неделя. При этом, когда мы говорим подобную фразу, у нас это звучит я уже неделю в Вене. Или я сейчас в Вене уже неделю. Ну, как-то так. То есть, слово тратить или проводить мы не говорим. Но когда мы на английском такое говорим, очень нормально сказать вот таким образом, как здесь. Далее все, в принципе, ясно. Я никогда не видела. Здесь у нас классика жанра. Present perfect стоит со словом never. Далее у нас such a – такой прекрасный город или такой красивый город. Далее опять present continuous. Почему? Потому что это все в данный момент происходит. Это временная ситуация. А present continuous именно для таких целей и существует. Далее слово love. Можно говорить как угодно. Красивый, милый, замечательный, симпатичный. В общем, приятный. И все на свете. Далее guest house – гостевой дом. И далее unfortunately, к сожалению, и whether it's a bit cold – немножко холодный. Можно ли говорить a little cold в данном случае? Да, конечно, можно. Это одно и то же. I've seen some magnificent palaces since I came here. Yesterday morning I went to St. Stephen's Cathedral. While I was taking pictures, someone stole my bag. Luckily, I didn't have much money in it. In the evening I went to a concert of Strauss' music. All waltzes, of course. I've been eating a lot ever since I arrived. The food is excellent, especially the cakes. I think I've put on weight. Bye for now. Janet. Я уже видела несколько величественных дворцов с того времени, как я сюда приехала. Вчера утром я ходила в собор Святого Стефана. Пока я фотографировала, кто-то стащил мою сумку или украл мою сумку. Но, к счастью, у меня там не было много денег. Вечером я пошла на концерт музыки Strauss'а. Конечно же, это все были вальцы. С того времени, как я сюда приехала, я очень много ем. Еда отличная, особенно пирожные. Я думаю, что я поправилась, набрала веса. Итак, что мы здесь имеем? Значит, magnificent, величественный. Помпезный даже можно сказать. Magnificent, это такой термин, больше относится к искусству, к какому-то визуальному арту. То есть, это может быть архитектура, это могут быть картины, это может быть интерьер. Это может быть что-то вот такое, чего действительно увидели и ахнули от величия. Опять обращаем внимание, что здесь present perfect стоит, I have seen. То есть, я уже увидела с того времени, как я сюда приехала. Тоже классика употребления present perfect. Именно так он и употребляется. Далее, вчера утром, и уже обращаем внимание, стоит past simple. Почему? Потому что yesterday morning у нас указано точно время действия. В то время, как в первом предложении, с того времени, как я сюда приехала. Пойди его, знай, сколько времени она приехала. Вроде как неделя, но тоже непонятно, то ли это в среду, то ли это в субботу. Непонятно, сколько она времени в Вене находится. И едем дальше. Значит, пока я фотографировала, past continuous стоит, и у нас стоит while. Очень характерное слово для past continuous. То есть, пока что-то происходило, произошло что-то еще. Одно действие было длинным, то есть, она фотографировала какое-то время, а кто-то за это время стащил ее сумку. still, stole, stolen, прошедшее время, слово still. Past simple, почему действие было очень быстрым. Далее опять past simple, и у меня там не было много денег. Далее, вечером, в принципе, все ясно. In the evening, тоже точно указано время, поэтому стоит when, а не present perfect. Далее, Strauss music, обращаем внимание, что делать, если у нас надо possessive поставить, а уже s стоит. Вот, ставим апостров, еще одно s. Вообще говоря, здесь мог бы быть вариант, здесь можно было бы и так сказать. Вот таким образом это тоже было бы ничего, поскольку это фамилия, и все знают, кто такой Strauss, поэтому ни у кого не возникнет подозрения, что это множественное число. Но, тем не менее, здесь перестраховались, поставили s, дабы точно было понятно, что музыка одного Strauss, потому что Strauss'ов много. Далее, whilst, обращаем внимание, как это пишется, немецкое слово в английском языке. Далее, опять present perfect continuous, то же самое, что было в предыдущем тексте, я ем, то есть процесс начался в прошлом и еще не закончился, то есть до сих пор ем. Ever since I arrived, как только я сюда приехала, то есть все время, когда я тут есть, я без конца ем. И ем много, a lot. Можно ли было ever не ставить? Можно, в принципе, не ставить, но ever подчеркивает то, что это как бы все время, постоянно. Далее, еда отличная, excellent, это отличный, особенно, especially, и далее the cakes. The cakes можно понимать как пирожные, можно понимать как торты, что кому больше нравится. В Вене и то, и другое прекрасно. Далее, I have put on weight, я набрала вес. Вот это набрать вес, то есть поправилась. И далее вот это интересное, bye for now, то есть пока, прощай, или пока, до свидания, на данный момент имеется в виду. И последнее, самое маленькое. Dear team, hi, I am on holiday in Crete. I am staying at a marvelous campsite by the sea. The weather is warm and sunny. I have seen the incredible Minoan palace at the ancient city of Gnosis. Last week, I visited the archaeological museum. I've been exploring all the gorgeous sandy beaches in the area. Yesterday, while I was scuba diving, I found an amazing underwater cave. I've been eating a lot of traditional food. I've even tried snails. Crete is a wonderful island. I'm having so much fun. Love, Bob. Итак, дорогой Тим, привет! Я на каникулах или в отпуске на Крите. Я остановился в потрясающем кемпинге возле моря. Погода тёплая и солнечная. Я видел невероятный Минойский дворец в древнем городе Кносе. На прошлой неделе я ходил в археологический музей. Я обследую или хожу на все шикарные песочные пляжи в окрестностях или в этой местности. А вчера, когда я занимался дайвингом или подводным плаванием с маской, я нашёл потрясающую подводную пещеру. Я ем очень много традиционной еды. Я даже попробовал улиток. Крит – это чудный остров. И я здесь очень хорошо провожу время. Итак, I'm on holiday. Я либо в отпуске, либо на каникулах. И то и другое прекрасно подойдёт. Holiday – это может быть и каникулы, и отпуск. Далее опять I'm staying. Всё то же самое, что было в предыдущих текстах. Обращаем внимание на предлоги. В предыдущем у нас тоже стоял предлог at. At a lovely guest house. И в первом у нас тоже был at. То есть, когда я останавливаюсь где-то на проживание временное, то это будет at. И далее мы называем, что это такое. Marvelous могло не стоять. Потрясающий, непотрясающий, красивый, милый, замечательный. Но здесь потрясающий. А campsite – это кемпинг. То есть, там, где палатку можно поставить. Или там, где туристические домики. By the sea, то есть, возле моря. Слово by в данном случае – это возле. Это то же самое close to, то же самое next to, то же самое near, в принципе, могло быть. Далее о погоде. Далее, что у нас здесь? Incredible. Невероятный. Minoan Palace. Ясно. Далее ancient city of Gnosis. Вот, как интересно, можно сказать древний город, а дальше его название. Можно было бы сказать так. I've seen the incredible Minoan palace in Gnosis, the ancient city. Или which is the ancient city. Ну, это было бы, конечно, не очень красиво. И Z, наверное, не надо было бы ставить. Надо было бы N поставить. Неопределённый артикль. И, в общем, вся фраза была какая-то бы сомнительная. Поэтому, когда у меня ситуация, когда у меня city стоит, или town, или там ещё чего-нибудь, а далее название надо, мне нужно поставить of и дальше название. И это может быть всё, что угодно, вплоть до city of New York. Если мне не нравится New York City говорить. Далее, значит, исследую, общать, обращаем внимание, present, perfect, continuous. Здесь не оригинально, здесь всё повторяется во всех трёх эпизодах. То есть, исследую, обследую, или даже просто гуляю, или хожу на все пляжи. Здесь слово explore, это не обязательно какие-то там исследования невероятные, что-то такое. Далее, gorgeous, шикарные пляжи. Роскошные пляжи. Далее, песчаные, sandy beaches in the area. Вот это in the area, можно было бы сказать local sandy beaches, тоже как вариант. Но можно и in the area, в этом районе, в этой местности, то есть там, где я остановился. Значит, когда я нырял с маской, со скубой, если я не помню, как это переводится вообще, я могу просто сказать, когда я занималась дайвингом, и пусть догадываются, какого рода это был дайвинг. Но это нырять с маской без акваланга, без баллонов. Далее, значит, нашел underwater cave, подводная пещера. Слово cave, это пещера. Опять, I have been eating a lot. Абсолютно то же самое, что вот здесь. То есть, я много ем с момента прибытия, и еще есть не закончил. Традиционной еды. И далее, snails. Snails, это улитки. Обращаем внимание, что у нас стоит even. Даже попробовал улиток. Ну и, в принципе, дальше ничего интересного. Ну, а вот это I'm having so much fun, дословно вообще лучше не переводить. Лучше сказать, что я классно провожу время, или я так прекрасно провожу время, или что-нибудь в этом роде. Потому что, если переводить дословно, будет полная ерунда. Вот такие вот три эпизода. В принципе, ничего такого нет. Но здесь очень хорошо видно, зачем нужен present perfect. Зачем нужен present perfect continuous. Зачем нужен просто past simple. Зачем past continuous нужен. Чем он отличается от past simple. Это очень хорошо видно. Почти в каждом письме есть ситуация, когда что-то происходит, что-то точнее происходило, и в это время случилось еще что-то. Вот здесь. Далее, вот здесь. И даже while стоит. И там while было, и здесь while. Вот это предложение. Тоже здесь past simple, past continuous. И здесь то же самое. Тоже while. Все одно к одному. Все по одной и той же схеме делается. Present perfect continuous тоже в одинаковых ролях везде стоит. То есть, действие началось в прошлом. Недавно временная ситуация еще не закончилась. Все еще продолжается. Но не обязательно прямо сейчас, в момент написания письма. Об этом тоже надо помнить. Что это совсем не обязательно, что вот прямо сейчас я что-то делаю. Начало в прошлом. И только в этом случае у меня present perfect continuous. Нет. Это может быть просто временное действие, не более того. Вот такие вот маленькие текстики. Напоминаю, что это начало юнита третьего в Enterprise Pre-Intermediate Around the World. Если у вас нет книги, ссылка на скриншот будет в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...